Всем привет и добро пожаловать на канал Мотор Пор. Довольно давно у меня появилась идея создать видео на очень интересную тему, которую надеюсь вы оцените по достоинству своими лайками и подпиской на мой канал. Я составил топ действительно полезных лайфхаков, которые возможно помогут кому-то из начинающих игроков. И если это видео найдет свой отклик у аудитории моего канала, то я обязательно сделаю вторую часть. Всем приятного просмотра. Первое что стоит знать каждому новичку в русской рыбалке 4 это кнопки быстрого доступа. И главные из них это кнопка F1 на клавиатуре, которая вызывает окно с подсказками по управлению, а также по другим кнопкам быстрого доступа, которые позволяют в одно нажатие открывать инвентарь, садок, меню крафтинга карту и другой полезный функционал. Например одной кнопкой F9 можно включить хардкор режим в котором не будут отображаться виджеты и шкала вываживания. Отключив еще и чат в настройках вы можете например сделать красивый скрин на любой локации. Если вы находитесь далеко от рыболовной базы, но вам нужно срочно продать рыбу или купить что-то важное в магазине, у вас есть возможность перезайти в игру с помощью зажатого шифта в меню и нажать на кнопку выхода. Таким образом вы не закроете игру полностью, а просто выйдете в главное меню игры, где необходимо будет просто заново авторизоваться. Но есть вариант еще проще перейти в раздел водоемов и переместиться на бесплатный начальный водоем, а после этого вернуться обратно на нужную базу, но при этом придется повторно оплатить переход, если только у вас не приобретен дом или неограниченный доступ на выбранной рыболовной базе. При корабфишинге на Янтарном озере зачастую появляется необходимость посетить рыболовный магазин для покупки бойлов, лидкоров или прикормок. Но на таком огромном водоеме с некоторых отдаленных точек даже на квадроцикле добираться до базы очень долго, а при стандартном перезаходе придется перезабрасывать и заново настраивать все удочки. Именно на этой рыболовной базе есть много мостиков и кладок, с которых игровой персонаж может сигануть в воду на квадроцикле и таким образом тэпнуться на базу, после чего можно купить все необходимое в рыболовном магазине и на стоянке взять второй квадроцикл для того, чтобы доехать на точку рыбалки. На Норвежском море есть автомат Варяг с энергетическим напитком Кеж в трех исполнениях и с разной стоимостью, а на озере Медное кафе Уклейка с кофе в стаканах. Уникальность этих напитков заключается в том, что они очень эффективно восстанавливают энергию быстрее обычного кофе или чая и это может здраво помочь в моментах, когда вы тянете очень крупную рыбу. Если выпить несколько баночек Кежа или стаканов кофе, то энергия довольно долго будет держаться на максимальном уровне и скорость вываживания рыбы будет тоже максимальной. Наиболее эффективны и быстродейственны самые дорогие варианты. Для того, чтобы подсчитать большое количество определенных предметов в инвентаре, можно воспользоваться специальным функционалом для быстрого выделения. И зажав на клавиатуре кнопку Shift, выделить первый и последний необходимый предмет. После чего нажать на иконку корзины для того, чтобы выбросить, но не подтверждать это действие. При этом во всплывающем окне игра отобразит количество выбранных предметов из вашего рюкзака. Если же у вас появилось желание задонатить в игру, то обязательно обратите внимание на специальные выгодные предложения, которые помогут вам сэкономить денег, а также не забывайте о том, что в игре появляются скидки на золотые монеты несколько раз в году, например на новый год или на день рождения игры в мае. Также при покупке вы можете оформить абсолютно любое количество монет, даже не целое, просто добавив запятую после целого числа. Хороший способ сэкономить свое время при рыбалке в открытом море, оставлять рыбака на лодке при наличии запасного билета в инвентаре, если предыдущий уже заканчивается. Таким образом вы можете уйти по своим делам и по возвращению вашего игрового персонажа не переместить на рыболовную базу, за счет запасного билета, а на экране вас встретит предложение продлить билет из имеющихся в рюкзаке, и вы сможете продолжить рыбалку фактически на том же месте, где остановились. Кроме того, если вы случайно выбрали не тот билет, который хотели, например купленный за золото, то вы всегда можете изменить свой выбор до активации его времени действия. При покупке наживки с кальмара можно сэкономить золото, просто имея на аккаунте профессиональный нож и прокачку навыка изготовления голд наживок, ведь в продуктовом магазине продается замороженный кальмар за 0,98 золотой монеты, из которого можно изготовить 30 полосок мяса кальмара, ведь в специальном магазине на норвежском море эта наживка в количестве 30 штук стоит полторы золотых монеты. Если вы уже прокачали уровень до 34-го, или имеете доступ к водоему через неограниченный доступ, то прокачивать навык добычи наживки вам будет гораздо проще, с момента открытия возможности крафтить рыбное филе, ведь на каждой рыбалке в море будет клевать очень много сайды, макрели и даже сельди, которую можно пускать под нож. В итоге вы получите не только уловистую наживку, а и довольно быструю и эффективную прокачку навыка. Для быстрого поиска предметов в вашем рюкзаке вы можете добавлять их в избранное, и они будут отображаться в самом верху списка. А например при крафте прикормки можно в названии добавлять символ восклицательного знака или скобочек, что автоматически отсортирует прикормку в самый верх по списку. Для того чтобы получать за продаваемую рыбу больше серебра, при возможности обязательно продавайте ее на водоемах, доступ к которым открывается от 26 уровня и выше. А также будьте внимательными во время покупки и ремонта снастей, ведь на разных рыболовных базах их стоимость разная. Подробнее об этом в разделе база знаний на нашем сервере в дискорде по ссылке в описании. Мало кто знает, но в своем профиле можно установить отображение желаемой квалификации вне зависимости от ранга и количества выполненных заданий. Для этого необходимо зайти в раздел квалификации, и возле каждой карточки находится специальная иконка, после нажатия на которую отображение квалификации в профиле меняется. Мелочь, а приятно. Во время охоты на среднюю и мелкую рыбу с помощью нескольких удилищ, вы можете просто не заметить поклевку визуально, особенно при использовании доночных снастей. Но в игре есть фича, которая может определить рыбу на крючке, просто зайдя в характеристики любого удилища с помощью нажатия на английскую букву G. Если рыба уже засеклась, вы заметите необычную тряску текста в описании удочки и ее бонусов. При использовании аксессуара ротпод необходимо держать леску в натяжении, чтобы поклевку рыбы можно было определить максимально быстро. Но я уверен, что всех бесит постоянно подматывать леску на шпуле. Этому есть простое решение. Перед забросом необходимо максимально близко подойти к воде и делать заброс в упор к ротподу. Тогда леска будет автоматически держать натяжение. Иногда во время рыбалки есть необходимость сделать конкретную дальность заброса, и в этом нам помогает клипса. Но, например, на силовых катушках нету возможности устанавливать клипсу. Простым решением будет приобретение разноцветного шнура, после установки которого появляется новый индикатор над шкалой вываживания, который уведомляет о том, сколько метров лески вымотано из шпули. При этом погрешность составляет всего несколько метров. Ну и как вы уже поняли, по названию данного видеоролика это был последний лайфхак, связанный с РР4. Если видео вам понравилось, обязательно поддержите его лайком и не забывайте подписываться на мой канал. А также присоединяйтесь на наш сервер в Дискорде. Ну и конечно же предлагайте свои варианты лайфхаков в комментариях. На этом у меня все. Всем мира и добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok